Всем привет! Вижу новые лица сегодня. Вы тоже на лекцию, да? Да, да, да. Системное администрирование Linux. В прошлый раз мы говорили про RAID и LVM и все такое. Сегодня мы поговорим про более такой нижний уровень, что RAID и LVM все-таки это утилиты, работающие в юзер-спейсе, так называемом пространстве пользователя. Сегодня я хочу рассказать вам более жесть, что у нас дальше происходит после того, как мы создаем наши LVM и RAID. Поговорим про DeviceMapper, что это такое, про UDEF, я не знаю, если нам Олег что-нибудь расскажет. Да, я его вписал в тему, значит Олег должен что-нибудь сказать. Вообще, что такое DeviceMapper? DeviceMapper по факту обеспечивает нам доступ к устройствам. Это вообще драйвер ядра, который внешний, он в пространстве ядра работает. С ядра 2.6 он входит в стандартную поставку, а если раньше его надо было ядро перекомпилировать и включать этот драйвер, то сейчас он по умолчанию есть. Мы можем с помощью него строить новые блочные устройства. Управляется через API. Ну, дальше там картиночка будет, будет более понятно. Использует библиотеку LibDevMapper и утилиту DMSetup. LibDevMapper – библиотека, которой обращаются программы пользовательского уровня, которые такие как LVM и RAID. DMSetup – это утилита как раз для управления DeviceMapper. DeviceMapper не обладает информацией про какую-то структуру LVM, разделы, файловые системы, потому что это утилита нижнего уровня. Она находится ниже уровня. Вот хорошую картиночку я нашел. Смотрите, у нас есть все это дело. То, что мы говорили в прошлый раз про RAID LVM, оно все лежит вот здесь, вот в UserSpace. Все наверху. Все эти аппликейшены, все это дело. Дальше у нас что идет? Дальше мы переходим в пространство ядра, файловая система, блочный уровень. Вот он, DeviceMapper появляется у нас здесь. У нас здесь появляется карта, про нее чуть попозже поговорю. Карта соответствий, так называемый mapping table, таблица соответствий. Как на примере происходит, у нас есть функция write в UserSpace. Дальше она идет DevMapper, какое-то устройство, таблица и уже дальше физические устройства. Интерфейс управления. Смотрите, у нас также здесь UserSpace и KernelSpace. Kernel обрезалась, ну ладно. Смотрите, у нас LVM2, RAID, все это используют эту библиотеку LibDevMapper, она находится в UserSpace. Какие-то applications, как здесь показаны рисунки, они могут ее не использовать. Ну, необязательно прямо через эту библиотеку работать, да. Дальше у нас идет Yoko Thailand interface, ну API, таблица соответствий и уже по-английски dm-target. Называется, а так это таблица соответствий по-русски. Вот. Что представляет из себя таблица соответствий? Таблица соответствий представляет из себя... Ну, она содержит соответствие для диапазонов логических секторов и физических. Смотрите, вот, ну, минимальную, как бы, да, у нас таблица соответствий. Здесь указано у нас, смотрите, начало, длина, проекция и параметры. Начало имеется в виду первый блок, дальше у нас идет длина, это важно понимать, да, что вот это вот, это идет не номер последнего блока устройства, да, вот вторая строка, да, а это идет длина. Ну, дальше у нас еще, я покажу еще пример, да, и, да, давай. Я не понимаю, о чем это вообще все. Ты пропустил картинки, потому что... Нет, ну, правда, то есть... Смотри, ну... Вот этот вот девайс-маппинг, что он делает? Он у тебя, более верхний, он у тебя находится между твоим утилитом MDA-DMA, LVM-ом и между физическим устройством. Он, соответственно, делает тебе мэппинг, как бы, физических блоков на логические вот эти вот... Физических блоков, то есть это элементов на диске? Ну, элементы на диске скрывает еще драйвер диска, как бы, по факту, ну, вообще, да. Здесь уже видишь тебя, когда... То есть он позволяет твоим всяким системам, типа LVM, ADM и прочим, работать диском, не зная вот о физических параметрах. Да. Вон такая прословочка получается. Вот. И здесь у нас уже появляется, да, вот если у нас в MDA, в LVM-ах, да, мы использовали что там? Мы использовали проекции устройств. То есть, ну, DEV-SDA, DEV-SDB, там, SDB-1, SDB-2, SDB-3, как бы. Это проекция, это же, это не физическое устройство само по себе, да. Это его проекция. Здесь мы погружаемся на уровень ниже, и здесь мы уже видим соответствие вот этих вот. У нас появляется таблица, где у нас прописываются физически вот эти вот наши блоки, да. И, соответственно, ну, как выглядит наша вот эта вот проекция, как мы будем к ней обращаться в системе. Ну, понятно, что такое промежуточное звено между физическими и логическими, вот. Это дает нам очень большое, ну, как бы, как это, очень много, много дает нам интересных возможностей, да. И, по факту, ну, строго говоря, вот эти вот утилиты LM и DM-ADM, да, MD-ADM, для построения RAID, да, софтов, я уже сам заговорился. Вот они, это как бы просто для удобства обращения с этим, с проекциями, которые созданы с помощью вот этого DEV-Mapper. У нас же есть специальная утилита сейчас, DM-setup, которая работает напрямую уже, да, с этим DEV-Mapper в самом деле. Вот, а DM-setup, она ни хрена неудобная, зачем нам думать про эти блоки, там, да, какие-то, еще что-то такое, как бы. Мы, по факту, нам, при постоянной нашей работе в системе, нам не особо, как бы, это важно, да, вот. И поэтому, получается, что сделали вот эти вот еще несколько утилит в юзер-спейсе, да, которые, как бы, от нас все это скрывают, да, они более высокого уровня и позволяют нам это более удобно работать, более понятно. Но при этом DEV-Mapper позволяет нам делать очень интересные штуки. Во-первых, он поддерживает очень много типов устройств, да. По факту мы, когда создаем RAID, да, какой-то там зеркальный или с чередованием, там, да, или LVM тоже умеет и с чередованием, там, а создавать зеркальные дома. Это все на DEV-Mapper, как бы, основано, да, все эти вызовы, все, как бы, я покажу, как это выглядит, да, получается, что мы создаем устройство RAID какой-нибудь, да, и по факту это оказывается, что это под ним работает DEV-Mapper. Вот. Кроме того, что умеет вот этот вот LVM и MDADM, вот, DEV-Mapper умеет еще много штук, например, DMCrypt. Ну, если кто-то работал с шифрованием Linux, да, там есть же стандартная библиотека шифрования, вот это вот DMCrypt, Crypt Setup, Lux и все такое, как бы, да, DEV-Mapper тоже все это дело поддерживает. Вот они, все эти типы проецирования. Он поддерживает. Линейное, это стандартное, да, линейное соответствие между диапазонами блоков и другими блоками устройствами, да. Это Stripe, это RAID, вот наш, да, RAID 0. Mirror RAID 1, стандартное, Crypt, все вот эти вот Crypt Setup и все это остальное дело, когда мы ставим при установочке галочку, что, да, пожалуйста, шифруй наш домашний раздел, да, на более нижнем уровне это DEV-Mapper работает. Снэпшот, создание снэпшотов. Ну, в LVM снэпшот мы все работали, на самом деле, да, там. На самом деле… Нет. Не особо? Не раз. Да ладно, честно. Вот, в общем, я тебе покажу. На самом деле, в прошлый раз мы не дошли до этого, да, но когда мы создаем снэпшот LVM-овский, средствами LVM, да, мы видим наше как-то первоначальное устройство, видим устройство снэпшот. Больше мы ничего не видим. На самом деле, с помощью DEV-Mapper мы сейчас посмотрим, что там создаются не два устройства, которые мы видим, а на самом деле четыре. Вот. Да. И они работают по сложной схеме, по которой я еще сам до конца не разобрался, и, видимо, мне придется… Я думаю, что я почитаю код вообще, как оно там пишется, потому что, ну, интересно, а особо нигде не описано, если честно, я не нашел. Ну, интересно. Интересная штука мультипасс. Когда я искал про DEVMapper информацию, да, там половина статей в интернете мне попадались про этот мультипасс. Там фишка в чем? Фишка в том, что у нас же может быть отдельная дисковая полка, да. К этой дисковой полке у нас может быть несколько связей между нашим серваком и дисковой полкой. Соответственно, мы хотим в какой-то момент настраивать не только ускорять, как бы, да, за счет того, ну, мы можем как-то, как в сети там, да, мы соединяем два, агрегируем два канала, да, у нас скорость повышается. Мы с помощью вот этого мультипасса, да, можем… Мы можем объединять, мы можем настраивать безотказность, да, что если одна связь у нас падает, то дальше у нас все будет работать, да, вот. Если честно, я с этим особо не разбирался, я так чуть-чуть читал что-то такое, в принципе, но, насколько я понял, эта тема просто для отдельной лекции еще одной, потому что… А? Класс. Да, 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 там, потому что, ну, там вот даже просто вот у этого девайс-мэпера мультипасс, там вот люди пишут огромные статьи на это дело, да, что у него очень большие возможности, вот, и, ну, очень много чего он умеет делать, да. Вот, дальше очень интересная штука, вот я вам сегодня, кстати, покажу примеры, тестовые специальные типы проецирования. Такие штуки, которые мы более высокими высокоуровневыми, утилитами, мы просто этого не сделаем. Мы можем сделать zero, тип, это devnube, стандартно, да, мы можем еще один создать, почему нет? Error, тип, который будет нам сообщать ошибки, сделали, ну, диск с ошибками, как бы, почему нет? Delay, диск тоже для тестирования предназначен, который отвечает нам с задержками, ну, типа, как себя будет вести система, да, если у нас начнет загибаться жесткий диск, да, как на все это будет дело реагировать. То есть, усилита TrueCrypt, которая сейчас уже не особо жива, насколько я понимаю, да, которую прикрыли. По-моему, ее зафоркали все-таки. Зафоркали там много, кто зафоркал, но как бы, насколько она там жива, я не знаю. Я думаю, она там жива, я не знаю, вот. Нет, в смысле, уже стандартно прикрыли, а форков появилось много, а кто там чего, непонятно, но, как оказалось, все это дело все равно основывается на девайс-мапе, как бы вренулся, да. Нет, почему его видно? Это то же самое вот это... Нет, ты немножко про другое говоришь, смотри. Это закодированный файл просто. Да, по факту. Но ты можешь его смонтировать. Да, да, да. У тебя там есть у него всякие разные режимы работы, да, и есть такие режимы, вот, где-нибудь, о которых ты говоришь, когда у тебя, там можно сделать же шифрованную файловую систему, в файловой системе создаешь еще один том, который, как бы, никто не знает, есть он там или нет. Да, который тебе, как бы, как это называется, внешним анализ, как бы, невозможно сказать, есть ли там еще что-то или нет. Да, такие интересные штуки, но это тоже оно все основано на этом деле. Ну, по крайней мере, вот в линуксе, как я понимаю. Ну, я на самом деле truecrypt в линуксе не особо, потому что там у вас есть этот крипт, да, который, ну, стандартный, это линуксовый. Просто смотри, там, насколько я сталкивался с ней, да, и работал, чем truecrypt плох, ну, по крайней мере, я в стандартном решении нашел, у него нету, как называется, инженерных паролей. То есть ты, нет уже? Что это такое инженерные пароли? Если ты делаешь, ну, допустим, бот у тебя, да, нет, если у тебя несколько человек пользуются компьютером, да, как у тебя будет происходить расшифровка? Они все должны знать пароль truecrypt, который расшифровывает твой диск. Что в macassi, что в крипте в линуксовом, да, у тебя может быть несколько паролей, которые позволяют тебе расшифровывать этот диск. Да, да, он при, вот этот вот крипт линуксовый, просто при загрузке он тебе говорит, веди пароль, этих паролей может быть много, и ты можешь их посмотреть в системе. Mac вообще при шифровании диска, он тебе предлагает, если из списка пользователей, да, он тебе говорит, разрешить ли этому пользователю включать этот, да, ну, расшифровывать диск. Ты можешь делать так, знаешь, что у тебя там 10 пользователей на компе, а расшифровывать диск могут только двое, то есть при включении они только, только они могут расшифровать его. Вот. Truecrypt как-то он в этом плане, не знаю, я сколько не искал таких вот решений, знаешь, чтобы вот так вот галочку какую-нибудь поставить, я особо не нашел. Единственное, вот, про что я думал, он не тестировал, он может, знаешь как, он умеет сохранять информацию в заголовках, да, по-моему, вот. Ну, он же делает резервный диск, вот, при шифровании, вот, соответственно, ты можешь шифровать, сделать резервный диск, зайти в Truecrypt, поменять пароль, сделать еще один резервный диск. Соответственно, если ты хочешь расшифровать в следующий раз это дело, да, ты, по идее, можешь загружиться с первого резервного диска, восстановить с него заголовок этого тома и ввести тот пароль первый, и, по идее, он тебе должен расшифровать. Ну, я не тестировал, честно тебе скажу. Ну, это жесть, конечно, но... Ну, вот, это единственное, что я вот, может быть, там, кто-нибудь нам подскажет. Наши слушатели, смотрители, зрители, зрители, телезрители, телезрители, теле... Олег меня комментирует, давай, я не читаю. Олег нормально, готовится к лекции прямо на лекции, ничего страшного. Настоящий студент. Смотрите, давай, вот, про приложение. Тоже надо было, наверное, повыше поднять. UserSpace, KernelSpace. Все это разделение происходит в DevMapper Control. Он находится в таком, да, в серединном состоянии, к которому обращается вот этот вот LibDevMapper библиотека, и которая уже передает эти вот API-вызовы дальше уже девайс-мэперу. Все утилиты пользовательского уровня заодневодействуют через эту библиотеку с DevMapper. То есть, получается, это такое прослойечка между ядром и всяческими внешними вещами для низкоуровневой работы с дисковыми устройствами. Да, да. Я так тебе и сказал. Ну, примерно, да. Ну, это получается, да, что ты, ну, как бы, ты же к диску должен как-то обращаться, у тебя должно быть вот именно... Через ядро. Как они у себя... Все равно все через ядро. Ну, как, так DevMapper в ядре находится. Как бы, у тебя должны быть соответствия таблицы, правильно? Потому что у тебя должно... Ты в системе видишь там вот это вот буковки DevSDB. Что это вообще за хрень? Вот. Оно как-то должно... Да, да, ну... Да, да, да. Ну, это стандартная тема, как бы, да. Разбиение такого. Вот. Здесь, смотрите, у нас есть штука EVMS. Я тоже не знал, пока на картинки не посмотрел. Это LVM, как бы, ну, это еще одна система управления... Только она, по-моему, проприетарная или нет? Нет, тоже. С LVM-ом спорили на включение в ядро. Это то же самое. Ну, как бы, не то же самое, но такая же система для управления логическими томами, как LVM. Как бы, пока LVM не включили в состав ядра, как бы, у них были примерно равные шансы, там, много людей за то были, много за это, как бы. Потом LVM включили в ядро, и вот эта вот EVMS, она все. По факту загнулась. Многие говорят, что, как я понимаю, у нее более широкая функциональная возможности. EVMS? Да. Ну, не знаю. Когда я читал про ZFS, там, ну, типа, ZFS круче, чем LVM, но вот EVMS, она типа дает какие-то дополнительные игры. Не знаю, не буду с тобой спорить, но я, что я читал про EVMS, пишут в этой, в английской википедии, по-моему, писали, что после того, как LVM включили в ядро, EVMS по факту загнулся, они пытались делать из своих пользовательских утилит, да, они пытались, как бы, сделать для них возможность управления LVM-ми томами. Но просто по факту, как, ну, как-то вот эту всю верхушку, да, чтобы они управляли LVM-ми томами. Но что-то у них это особо не получилось, насколько я понял, да, и у них сейчас все не очень хорошо. Вот. По факту вот такая вот штука у нас получается. Давай, смайпер. Смотрите, дальше я подготовил, как-то у нас быстро, я рассказал эту штуку. Да, 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 вот. Это как всегда бывает, да, готовишься долго, а рассказывать это все быстро. На самом деле я приведу в конце еще там много ссылок, если хотите поразбираться, это можно еще довольно много изучать. Я покажу просто, что можно делать с помощью DevMapper, да. Можно делать очень клевые штуки, можно создавать свои блочные устройства, да, которые будут в системе выглядеть по-разному. Можем сделать блочные устройства, например, с ошибками. Как здесь вот, создаем блочный диск, сбойный диск, да, в котором по середине делаем ошибку просто. Вот. И смотрим, как будет вести нас, ну, будет себя вести пользовательские утилиты, такие как DD, вот. И что будет происходить. Довольно интересная штука. Вот. И как раз мы сейчас наткнемся на то, что, что это за цифры вот эти вот, что это на самом деле медленно смещение. Вот. И, к сожалению, формулу я забыл написать, но я выложу. Ну, или сейчас постараюсь объяснить на пальцах, как это считать, потому что я… мануал я прочел плохо и вынес себе мозг, там, разбираясь, откуда взялись эти цифры. Вот. Так. Сейчас я подключусь к нашей виртуалочке. Я там попросил, на самом деле, Олега еще что-нибудь рассказать. Я надеюсь, что он после моих этих практических штук что-нибудь еще нам скажет там. Да. Ну, ладно, пока, Олега. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А, давайте я это. А, ну там видно вроде, да, на зеленом фоне, зеленой буковке, да? Здорово. Смотрите. Перед сбойным диском еще я хотел пока тоже парочку интересных штук. Мы в прошлый раз говорили про рейды и LVM, да? И, соответственно, у меня в системе все это осталось. Дело, все это дело можно посмотреть, хорошая утилитка LVM, 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 блок девайс, имеется в виду. Ну, BLK, да. Блочное устройство. Она выводит нам, смотрите, в таком виде. Прямо дерево устройств, что, откуда растет. И довольно интересно, потому что, смотрите, у нас есть вот этот вот рейд, MD-127, который базируется на двух устройствах. Соответственно, я хочу с этими устройствами сейчас это, как у меня этот рейд не нужен, это и LVM, и нам не нужны. Хочу просто удалить этот рейд, да? И все. MD-ADM-S-DEP. Вот. Я наткнулся на такую штуку. Он ругается, он не дает удалить, говорит, что типа либо примонтировано, либо активно и волен. Дальше мы помним, что у нас, как у нас LVM строится. Сначала у нас физическое, я тоже картинку забыл добавить, ну ладно. Сначала у нас физическое устройство добавляется в физико-волюм, pv-create, команда, да? Да, pv-create, физико-волюм, потом физико-волюм добавляется у нас в волюм-грау, это я про LVM, вообще-то говорю, да? Потом уже этот в волюм-грау, поверх него создаются логические тома, на которых, ну, как бы, третий уровень, да, на логических томах у нас уже создается файловая система, с которой мы можем работать. И логические тома мы можем и управлять, и монтировать уже, да? Соответственно, это как бы при создании, ну, стандартная штука при создании рейдов LVM, обычно внизу делается рейд, потом все это дело делается LVM, вот, и мы уже работаем с этими логическими томами. Соответственно, разбирать мы должны в обратном порядке. Если мы хотим, мы не можем взять, удалить рейд просто, да? И не можем удалить PWA вот эту группу, да? У нас есть команда PWA. Сейчас. PWA remove, если мы натравим ее сейчас тоже на MyVolume, да, вот эту вот, на physical device мы должны натравить, она скажет, что тоже не могу удалить. Мы сначала должны удалить логически там, а потом вот вот эту volume-грау, потом вот эту вот, и как бы сверху-вниз так все это разобрать по косточкам. LVM remove, удаляем. LS-блок уже, вот он показывает, что рейд нам. Потом делаем LVM remove. Нет, не логика, а volume-грау. LVM remove. И как он там? MyVolume. MyVolume. Так, и теперь физический volume мы должны FWA remove. Physical volume. Def, MD, LVM. MD. А. Все, мы разобрали, да? У нас пока на два устройства совсем. А. Нам надо сделать еще одну штучку. Ну как он там? Не сохранилось. Рейд просто на физических устройствах сохраняет, как, если что я в голове, в чем там сохранят? Метаданные свои, да? И по-хорошему, как бы при удалении рейда надо еще затереть эти метаданные. Да, и там есть Zero Superblock, по-моему. Для ADM. Да. 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 bsdc все теперь можно создавать уже наши новые блочные устройства сначала надо создать просто дешечкой создадим имидж смотрите я щас наверно расскажу теоретически создаем и мы имидж потом с помощью его сетап этот имидж монтируем устройство дэв лук да потом посмотрим сколько у нас здесь получилось размер нашего устройства и уже дальше будем создавать наше сбойное устройство поверх того а так посмотреть размер блочного устройства можем вот такой команды плод тех да я царь но там есть несколько на самом деле этих параметров как можно спросить у него устройство да ну смысле размер get size по умолчанию тебе дает размер устройства 512 байтовых сектора это не сектор 512 байт и значит это 204 800 сектора и сейчас мы с ними будем работать как раз дмсетап будем делать ррдф создавать смотрите начиная с нуля и длиной 8 секторов у нас будет сначала нормальное устройство типа linear указан какое устройство и смещение вот это последний нолик это смещение обычно ему не надо указывать да там в каких-то определенных случаях я несколько раз экспериментируем нормально дальше с восьмого по первый сектор с восьмого сектора и длиной в один сектор мы сделаем ошибку тип эррор тип эррор у нас и хочет всего три параметра да там с какого сектора сколько длиной и ну как бы указание самого типа ему дальше ничего не надо указывать и дальше мы говорим что с девятого сектора начиная и не до конца как бы по идее мы должны были указать 204 800 как куда я на этом моменте себя сломал мозг чуть-чуть на самом деле мы должны из этого всего дела вычесть 8 и вычесть 1 то есть ну или вычесть в эту 9 предыдущую как бы потому что это указано не не конечный блок длина то есть с девятого о какой-то там и вот этот вот 204 791 прибавить 9 нас показаться будет 204 800 вот в этом подстава это еще пример с маленькими цифрами когда здесь еще можно догадаться ну как бы логически подумать а когда мы хотим там не самом начале сделать такое девайс а гейм середине когда у нас такие вот огромные цифры получается да 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 и как бы очень тяжело на самом деле дальше смотрите она у нас хочет я тоже написал она желает вывода стадо им и мы должны нажать control д то есть послать сигнал секу и сигнал выхода так может быть у меня это сохранился пример а там можно еще по-другому это делать вот в таком виде смотрите да мы до эхо минус ем нам говорит что нам не надо вставлять эхо же по умолчанию несколько строк минус я горю что не надо никаких дополнительных символов да вот указываем первую строку потом экранированный н давайте то есть перевод строки с кавычках error все это дело потом слэш демсетап демсетап create и уже имя устройство давайте не будем делать так и сейчас соответственно можно посмотреть деф макер вот она у нас появился этот ордер наше устройство которому мы только что сделали по факту да там круто на видео потом посмотришь олег потом с был кого-то показывают вот наша рода флаг растет из лупа обычная лупа давайте потестируем чем этот по нас создавали тогда как бы чтобы мы могли увидеть наши же получилось у нас что-нибудь или не получилось самый простой способ это дашки мы можем сделать dd input файл взять наш дэв макер бэд диск да бэд франдом а ну да я все равно в верталке да дэв ну и каун сделаем по умолчанию дд копирует блоками да соответственно мы сказали что у нас с восьмого по девятый блок ну после восьмого один блок у нас сбойный если мы сейчас попробуем сделать каунты типа до восьмого блока дата у нас четыре должно зашибись пройти без ошибок то есть если мы сделаем каунтов четыре например то у нас должно быть все хорошо нет каунт потому что ну вот так очки пятна видите бэд окей нет никаких ошибок все зашибись а если мы сделаем каунт уже например 10 то есть больше чем восьмой блок у нас будет импутау все но мы можем пропускать да да мы можем сделать а кон конус там есть параметра в ком я был игрался со всякими разными но тренд кстати и и его он можно вообще на веру скажет он не обращал внимание да а или скип да можно писать скипаде почему раньше то было скипаде не так чай так так надо ну это нет но я сейчас с по нет он снова я с с с с с с с с с не нет зачем вверху сейчас нет не обратить внимание все но он тогда прочитается все прочиталось в общем вот а ЛС, БЛК, вот что он показывает. Эх, я забыл показать. ЛВМ. Давайте посмотрим. Что такое лук устроит? Кольцевое. Закольцованное. Что значит закольцеванное? Это значит, что оно не физическое. Но по факту это не физический диск. Ты можешь как лук подключить любой, сделать файл, на файле сделать файловую систему и подключить его. Ты можешь его либо через loss.utube подключить, как я здесь указывал, либо mount-o loop и подмонтировать его, вот это вот псевдоустройство loop 0. Или какой-нибудь loop 1, loop 2. То есть все, что угодно. Почему? А, ну, а, этот, elog, в смысле, ты имеешь в виду? Ну, может быть. Но это немножко другое. Типа идея. Идейно похоже. Да, может быть, да. Ну, как бы, loopback интерфейс, как бы, немножко для другого тебе. Чтобы ты мог... Ну, ну, как бы, да. Смотрите, у нас еще есть команда dm setup. На самом деле очень много чего умеет. Там очень много у него параметров. Вот он. Это, конечно, лист неправильно уже сказал, я хотел тейпл написать. Ну, ладно. Вот они. Целая куча всего. Resume, load, clear, download. Проливали. Вот он, да, udev, кстати, может что-то там делать, да. Потому что он совместим с... Udev, наверное, Олег сейчас попозже расскажет. Как бы DevMapper может с Udev работать. Вот он, dm setup показывает таблицы, которые мы по нас создавали. Каждая строка у него получается таблица. Вот он покажет наше тут error устройство. Тип, да. Дальше он показывает 7.0. Это идентификаторы устройства нашего, да, они могут быть... Это как основной и вспомогательный, по-моему, идентификатор. Но ты к устройству можешь обращаться просто не по имени, как бы, да, dfsdb, а с помощью этого идентификатора. Я точно не скажу, как они, откуда берутся, да, я, если честно, не помню особо. Ну, как бы идея в этом. Так, так, так. Давайте попробуем, если у меня сейчас получится, это я не готовил, но я забыл показать просто, да, когда у нас были LVM-ы, сделать снапшот и показать, что dm setup, как он видит этот снапшот, забавно. Давайте сейчас попробуем. Я хочу посмотреть. Какая у них... А, VG. VG? А, VG, Centus 6, да. Volume Ground. VG, Centus 6, да, и вот это вот VG, Centus 6, LV, Root и LV, Swap, это системные. Да, потому что системы сейчас по умолчанию уже, ну, и Ubuntu, да, и Centus, они все ставятся на LVM. Ну, предлагают, да, по умолчанию, да. По умолчанию, да. Да, предлагают. Ну, как по умолчанию ставятся, потому что ты, как бы, если ты хочешь кружками перезабить, ты и руками, как бы, а если ты нажимаешь далее, 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 то у тебя поставится на LVM. Ну, я считаю, что это хорошая практика, конечно, это чертовски удобно. Ну, немного помогло, да. Когда он по умолчанию у Федора не сделал полный раздел, но открывали. Когда я переустанавливал на Ubuntu, я просто взял уже готовый образ раздел, причем так же смонтировал его в Chrome, и все мои данные, собственно, оказались на LVM. Ну, по факту, если бы у тебя не было LVM, ты так же мог бы раздел домашний ремонтировать, если бы был отдельный раздел. Так, я просто согласился по умолчанию. Сами обычно всегда все обвалил один кабель в одну файл. Вот так он мне помог в настройке по умолчанию. Увы, креет я не помню. Олег, ты помнишь синтаксису Увы, креет? Ну, по-моему. А, я могу подсмотреть. Сейчас. Минус S у меня нету. А, ну все, LVCREATE. Просто LVCREATE минус N – это имя, минус S – это говорит, что снапшот. Дальше мы должны указать минус L размер в мегабайтах или гигабайтах, просто снапшоты. Вот я в прошлый раз тоже говорил или не говорил, я не помню, что такая штука, что снапшот можно сделать меньше, чем основной раздел, и туда будут сохраняться просто изменения. Вот, если, ну, например, для тестирования очень удобно. Допустим, мы сделали, у нас есть файловая система, мы сделали снапшот, мы там поставили какое-то обновление или еще что-то, у нас типа все хорошо, удаляем снапшот. Поставили обновление, все плохо, там половина ничего не открывается, не работает. Сделали снапшот мердж, то есть мержили изменения, и у нас все вернулось на прежнее состояние. Ну, типа у нас снапшот, получается, что сохраняет первоначальное состояние. Вот это вот первоначальные данные. Вот, и он. Да. Ну, это, да, да, да. Получается так. Но у нас может быть так, что у нас мы снапшот сделали маленький, то, что в расчете там, допустим, что у нас немного будет изменений. А у нас изменения до хрена осталось, снапшот переполнится, и он просто удалится. Вот. Если мы сделаем снапшот размером с нашу файловую систему, то он будет всегда. Ну, соответственно, как бы мы не можем записать больше данных, чем у нас есть. Вот. Соответственно, снапшот будет. Ну, снапшот надо иметь в виду, что это, конечно, удобно, но он сильно тормозит. Вот. Ну, потому что у нас надо... Да. Перезаписи. Перезаписи. Он затормаживает вообще работу с файловой системой, да, потому что он, ну, сам понимаешь, он должен писать не только сюда, он и туда как бы еще сохранять. Но с другой стороны, он довольно удобный. Не уверен, что так можно. Потому что ты создаешь снапшот в той же Volume Ground. Volume Ground у тебя должен быть такой же, а Volume Ground у нас создается на одном физическом устройстве. Как бы на... В смысле ты... Блин, не знаю. На определенный набор физический. Да, да. Но ты на одном физическом этом... То, что ты вначале делаешь, Physical, PV, Create, когда делаешь. Набор. Да, набор устройств. А, например, это же набор физический. Да, да. Physical Volume, да, сначала ты делаешь набор, потом делаешь из них эту группу какую-то, да, а потом уже у тебя ЛВМ. И, соответственно, я не... Хрен знает. По-моему, ты не можешь просто так взять и указать его на другое устройство. Ага. Ага. А, и здесь ты должен указать, типа, что мы там это. С чего снапшота будем делать? Dev, VG, CMT6, что он там? TV. Ага. У нас места просто нет на нем. Перец Copper. У нас места просто нет. Вот. Ага. я удалил остановился удалился устройство соответственно сейчас хватило места теперь можно посмотреть тейпл дэмсетап тейпл вот он посмотрите что у нас создавалось четыре устройства на самом деле у вас есть лв-root-real на самом деле у нас было вот это лв-root из него делали снапшот вот он тип у него тип снапшот-ориджин это вот тип который вот я как раз говорю да который поддерживает дэв макер снапшот-ориджин дальше у нас создается устройство лв-root-real с типом линейный снапшот обычный снапшот обычный с типом снапшот и снапшот типу реал снапшот ков ков это имеется в виду копий он рай типа вот сюда мы будем записывать те изменения которые будут при изменении на реальном устройстве вот здесь у нас еще есть снапшоте такие штучки как п и 8 8 я не помню что а п это значит тут бывать п и л по-моему то есть будет ли он выдерживать пик загрузку или нет потому что да там мы можем указать ему когда дедаем стоп делаем ну допустим если мы снапшота сделаем с помощью дэмсетапа мы тоже можем это все сделать только это все сильно нетривиальнее будет они не так просто как здесь можем указать ему так я не знаю зачем правда но чтобы он не выдерживал перезагрузку чтобы он удалялся в общем вот оказывается да оказывается что есть куда копать и даже если вы думаете что там был время разбирайтесь на самом деле там еще дофига всего на самом деле я еще понял я еще тут пока готовился к лекции да на самом деле очень много еще можно читать я до сих пор него не особо понял куда на самом деле пишут а да да когда у нас нашел что куда пишутся я особо да на же труд труд реал снэпшот снэпшот копион в рай жесть вообще полная да где данный непонятно вот и я даже не знаю может быть каким соберусь почитаю может быть кот и если разберусь расскажу наверное тогда сегодня у меня все что я хотел рассказать вот у меня тут куча ссылок я все это скину ой не надо вот скину и можно будет еще почитать куски презентации если честно не остырил там с презентации какого-то там десятого года что ли редхатовской да нет там на самом деле в этом плане седьмом центре я читал чуть-чуть как мне не хватило времени дальше про него подготовить рассказать там появились еще более высокоуровневые утилиты до которые позволяют как бы уже абстрагироваться от этих лвм и наших рейдов да там в общем очень много еще нового может быть я тоже как не соберусь расскажу про это дело очень хороший мануал на генту вообще я с ними не особо работал но где-то славится я много слышал что своей документацией славится но это молодцы я согласен я сам люблю документацию что интернет интернета сейчас пишем все бары обошел что то у меня интернет не интернет поделись а ты читаешь это поделись интернет будет знать на пароль об андроиде поделись выключи вайфай включи подключилась ты его выключил пошло дело помаши телефон может днс не днс похоже днс тап команд привет мы делали ему ну понятно удалять месседж сэшпент заморозить да таргет и ну то есть как отображение вот эти вот да zero linear стандартный самый снапшоты с помощью него можем делать да мерзли снапшоты можем рейды пожалуйста зеркалированный рейд один много чего рейд пять крипт верифай ну кэш да с кэшем не разбирался если честно но по факту мы можем там есть даже специальные утилиты на самом деле дмс не только дмс не с помощью дмсетапа делать да можно а дм дм кэш есть по моему такая утилита специальная дмс я отвалился от интернета сейчас дм как-то так называлось дм в общем мы еще вот устройство эра какое то тоже честно не успел разобраться с ними вовсе и вот тестовые Error, FakeLayer, Multipath, Switch, фиг знает что такое, честно. Много, много чего еще есть. Ну, я думаю, ссылки скину на все это дело, да, там уже будет интересно, почитайте сами. Главное знать, что есть такое, что есть еще куда копать на самом деле, что есть еще, на самом деле, что я очень хочу разобраться с дисками, как там именно блочные вот эти вот устройства еще на более низком уровне. Потому что, когда читаешь сайт U, где там чувак как-нибудь переразбивает, восстанавливает данные, читает заголовки LVM, восстанавливает это все дело, как-то, если вам очень просто интересно. Но я пока не дорос, а сейчас нам расскажут про UDEF или что-нибудь такое, наверное, да? Консольку, консольку, дальше? Да. В PCS-шку можно в таком новом. А, я просто через цеховский Wi-Fi включался. Чем-то такой Wi-Fi не подходит. А, ну, можно. Я бы через свой интернет просто трепест с Сашей, подключался через это. Ах! 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 Ну, ладно, ладно. Это я не просил. Ах! Ах! Да! Согласен. Нет, это Саш. Ах! 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 Я адрес, я на свой сервак закану. Твой телефон не... А, ну, включись. Будешь ломать свой... Этот? Чего его ломать? Не, я посмотрю. Ломай свой сервак. Палил просто. Палил просто. Палил просто порт менять. Ах! Ну, параллелно скажем... А? Ах! 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 Грая. Ах! Ах! вот это да это все у нас сисфс что это сисфс системный сисфс короче есть такая сисфс это типа слова паразиты это типа и это слова паразиты еще вот и cps еще да и прошу прощения у наших телезрителей за авто очень псевдо файловая система которая экспортирует структуры ядра в юзерспейс сейчас я немножко буквально пару слов о ней расскажу то есть есть в игре такая штука как k-object я честно плохо помню и они отображаются в виде директорий ну естественно в древовидной структуре до которой пытался показать но она оказалась слишком большой я постараюсь сказать что не более вразумительным я видел а верхний уровень блок бас класс ну вы видите девайса с отображение в виде файловой системы дерево устройств то есть он отображается напрямую внутренние дерево устройств ядра бас кстати можно посмотреть что он бас шины видимо на вот пися экспресс есть сказе там юсб и прочей шин а потому что я не зашел девайс и драйвер вот кстати номера да похоже на то что ты говорил здесь девайс мэпер работой а это вообще 7 линку то есть на устройство которые к шине там подключены собственно еще пару слов да девайс это сим линку на каждое устройство на каждое устройство драйверы это драйверы все за которые загружены в систему есть директория фс файловая система здесь x4 с игру вот тут уже всячески видимо параметры можно считать я не знаю но попробуем а нет а а если лайфтайм например видимо это сколько было записано килобайт за время не знаю чего ну в общем какие то логично да директории на блочные устройства точно так же ну это к тому что юдев он позволяет управлять какими то как то подключить устройствами и вот сисфс знаем и показывает эти все устройства да то есть это такое экспортирование данных из ядра о всех устройствах которые подключены дальше сейчас немножко про ю.д. нет нет SNMP это же такая Протокол Сим-талл Откуда он берет Сим-талл Сим-талл Не знаю Я не знаю Как работает эта штука Обычно для Файловой системы SIS Есть Утилиты специальные Которые позволяют читать Не надо ходить В SIS куда-то там и смотреть Когда про рейды Я в прошлый раз говорил Иногда очень удобно Например Мы же рейд можем в сезах Мы не ходим в это место Но при этом можно подавать команды Рейды на синхронизацию На скорость синхронизации рейда Скорость перестроения И это как раз мы можем сделать Эхо 1 И SIS там И до рейдового устройства дойти У него там есть файл Старт синк Типа того Ты туда отправляешь И он начинает синхронизация Или скорость синхронизации То же самое указываешь И в файле пишешь Тоже через эту файловую систему SIS UDEV Это система для динамического управления устройствами Система Система В системе должен быть UDFD Видимо запущен Вот он есть Который Принимает события От ядра Смотрит устройство Подключено Отключено Добавлено И принимает Как ты реагирует На это Почему Почему Вот этого я тебе не скажу Если UDEV Принимает события Об устройстве Подходящее К правилам Имеющимся В настройках Да то есть Должно быть правил Для Ну а Он видит Появилось какое-то устройство Ищет у себя В конфигах Как ему На это дело Реагировать И Соответственно У него есть доступ К атрибутам устройств Которые он получает Из SysFS Ну Чтобы Ему надо как-то Идентифицировать устройство И Есть набор Как бы параметров За счет чего ты можешь Это дело определить И вот эти вот параметры Об устройстве UDEV Отдает как раз SysFS Единственное что я знаю про UDEV Что с помощью него Можно управлять Например Поведение системы Когда втыкаем флешку Ну блин Только флешку Все что угодно Подключение устройства Ну вот например Я просто делал себе дома Так да Втыкаем флешку Ну какой-то определенный Потому что у каждого же диска Есть какой-то идентификатор А UDEV понимает Что типа Подключена именно Такая флешка С именно таким идентификатором Значит ее надо забэкапить Воткнул флешку Она забэкапилась Короче все Отмонтировалась У меня я ее вытащил Я ее делал Я ее делал Да А что с клавиатурой? У нас было тестовое задание На младшего инженера Нужно было Чтобы при подключении к клавиатуре У тебя система уходила в паник Ха-ха-ха 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 Норма Ты делаешь Это единственный способ Определить Что что-то подключено И как ты на это среагируешь Прикольно А Собственно есть конфигурационный файл И такая Udev.conf В котором на самом деле Очень мало всего Во-первых ты можешь сказать Степень как-то логирования Я не знаю как Ну параноидальность логирования Скажем так Да Степень подробности Да И можно указать Куда монтировать Файловые Информация Файловых устройств То есть фактически Можно переименовать Папочку Dev Да То есть монтировать не в Dev А что-то еще Остается на правила Да Есть правила Основные такие системные правила Они лежат в lib D Udev Rus D Rus D D .d И здесь собственно есть набор правил на разные случаи жизни Да Там саундкарт Акселерометры как ни странно Сюда ты не писал Да Нет Не суда Сейчас я скажу Что тут интересного есть Какой нибудь Саундкарт Permissions R2 Networking Например Да А циферки это что? Я думаю что это порядок загрузки Да Какой Как-то тут не густо Да А Run Plus Это по-моему Выполнить Да То есть Net Агент Какой-то скриптик там еще А Там Udev Default Пробел Тоже не очень много Но тем не менее здесь есть всякие непонятные штуки Которые надо сделать немножко понятными Ну ладно Чуть позже Ну и собственно да Есть каталог Etc Udev Udev Rules Как же И ля 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 Или там сразу А Rules Просто RSD Тоже что-то есть Но Вот сюда уже можно сложить в общем свои правила Например Вот этот вот да видите наверху написано что он автоматически сгенерированная штука И Здесь наверное есть название устройства Упс Ой 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 Мак подсунули А А Да Это у меня привычка просто Как в конец строки твое End Здесь нет End Боже Контрол Контрол А Большой Поставочек Поставочек Нет Это Это Не В конце Да Покажи В принципе Мы можем Наверное Переименовать Тут сетевое устройство Но мы сейчас этого делать не будем А Давай А то все накроется А у нас сразу же не применится Не знаю Ну Давай переименуем А потом это Network Да Да Ну Или сервачок В полости вообще Пых 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 Экшен Видите у нас есть Во-первых Subsystem То есть Вот в начале Мы Здесь мы Выбираем Конкретное Устройство Ну Либо Неконкретное Потому что например Subsystem Нет Ну Да То есть тут Каждый Вот этот элемент Он позволяет Что-то конкретизировать Если бы мы написали Только Subsystem.net То Действия бы происходили При Там Что Чем-то связанным С сетевым Да Да боже Как ты говорил в конец строки Нет Это начало Я и говорю Это начало Control и строк Видишь А конец Я не знаю Ты в чем открыл вообще Нано? Да Я не знаю Твою нано Окей Я тоже не знаю Свою нано Ну ты мучаешь Ну здесь в общем-то ничего особенно не делается Но там мы видели команду run Которая выполняется Да То есть мы говорим Подсистема там Сетевая Action А Да То есть когда Когда что-то подключено Есть Соответственно по-моему Remove Или как-то так Сейчас Вместе Име Произошедшего События Кернл См Бла-бла-бла Name Name Мы можем Осетенно поименовать Как-то По-моему BDish name Кернл Бла-бла-бла Вот это всякие атрибуты уже устройства Да Конкретного То есть это тоже такая немного Иерархическая структура У каждого устройства есть какие-то атрибуты И допустим Вот MacAleks Мы можем взять любую Посмотреть информацию об устройстве И взять Нужный атрибут и вот в таком формате Его здесь указать Тут действуют Также какие-то wildcard Например, да, вот вопросительный знак Один символ, звездочка Там ноль или больше Точно так же там Квадратные скобочки и прочие Run, да, то есть есть команда run Где можно указать, например, вообще Скрипт на том же Ш Который будет выполнен при определенном Акшене, да, как вот я Отправлял Как я сделал Отправление системы В В В В панику В панику, да То есть я подгружал Некий модуль По отключению клавиатуры Отключаешь клавиатуру У тебя срабатывает Один скрипт, который Модуль подгружает А потом Там нужно было Вызвать При подключении Срабатывает другой Скрипт, который Уже использует этот Модуль Который умеет Справлять в панику Вот так То есть было два экшена Один на add, другой на ремонт Которые использовали как раз Параметры run Которым был указан Путь до скрипта Это на все подряд клавиатуру реагировало? По-моему, да Я просто на USB клавиатуру сделал Проблема в том, что там Наверное, можно было По какому-то идентификатору устройства Но модели там Там не выдавалась модель Там была просто USB кейбор Я использовал Ну, по-фигу Просто USB кейбор И чтобы делать Какие-то штуки У нас есть команда UDEF ADD Это что, мы правила создавать? Сейчас посмотрим Что Ну, да Ну, она же У нас ждет команды Какие-то И поведение UDEF управляет Бла-бла-бла У тебя есть что-нибудь Типа флешечки Есть у кого-нибудь? У меня есть флешечка Да По-моему, как-то это так называется О, UDEF ADD Подожди И ты думаешь, что Сейчас там так напишешь Ой, ты же на сервере, да Никаная А UDEF, а в маке попробуй Каком он темно новое сделать Может, я зарутись Может, он тебе не дает Ну, это же мак Что-то от него хожу Когда появился Посмотрим что-нибудь Может, что-нибудь покажет Нет, ну, это устройство Да, то есть Это реакция на устройство Ну, фиг знает Ну, да, к сожалению, удаленно Да, да, и помониторить Дебат, например, очень много Может рассказать Ну, можно попробовать сделать У нас что-то хочет Имя файла устройства В принципе, у нас должны быть Файлы устройств Я прям даже не знаю Был один, нет, нет, нет Что-то мне это все не нравится Блин Да, тут такие хитрые Чего-то смотришь? О, боже Ты углубляешься Я углубляюсь, да Интересно, по вендору есть что-нибудь Я как-то находил Нет Мне это все не нравится Я не могу на этим строю Столько Ладно Я понял, что я не понял Докачался Сейчас мы найдем Google нам поможет О, это же Забавно Оказывается Можно Дев Использовать Можем сделать О, собственно Мы нашли путь До устройства До нашего Сисфа А теперь мы можем сделать Как-нибудь По-хитрому Причем это реально Приходится так делать Зачем? Сейчас Покажу Продолжение следует... Собственно Ух... Собственно Мы там Получаем Путь До устройства Как бы В том запросе Который В скобочках И здесь Выводим Всю информацию О нем По пути Да Минус а Видимо Это все Куда-то я все Потерял И вот Собственно Вот они Все Атрибуты Да Кернлс Да Субсистем Блок Атрибуты Ремоу Был Новый Ребан Ленов Сайз И вот Эти все Атрибуты Мы можем Использовать Например Чтоб Конкретизировать Какое Устройство Нам Все Аж Таким Ум Вон Модель Можно Прочитать Да Например От Террис Модел Да СТ32 Да СТ32 Ну вот Так Я Искал Нужную Мне Клавиатуру Когда Ты узнаешь Путь За одним Запросом А потом За другим Запросом По этому Пути Знаешь Какие-то Параметры Что у нас Там Еще Трис Со Всякими Параметрами Триггер Запросить События Дев Для указанного Устройства Для повторного Воспроизведения Событий После Колодного Подключения Блин Фиг Знаешь Сет Контрол 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 Вот это вот Штука Монитор Прикольно Да Можно Слушать Как раз События Когда Ты подключаешь Отключаешь Чтобы тебе Дебажить Что же там Происходит В момент Например Подключения Клавиатуры Ты можешь Включить Этот самый Монитор И он Тебе будет Выводить Все Что он Делает При Подключении Не Ну Ты Пишешь Вдергиваешь Включаю Либо Можно Симулировать Есть Udev Один Тест Давайте Еще Погуглим Симулируй Как будто У тебя там Еще один Диск Есть Сделай Рейд На них Можно Будет Что-нибудь Складывать У меня Как раз Места Мало Осталось На домашнем Сейчас Теперь мы все знаем О твоем Диске Ну Не то Что Вся Ну Да Почтись А Тут же Было Больше Всегда Чего Он Меня Обманул Ты можешь Прямо На ноутбуке Могу Искать На экран Ты побольше Да Я буду Могучиться ЛС USB Даже Такое Есть Ты не знал Нет Не знал ЛС Пся Еще Есть ЛС Балка ЛС Много Бывает ЛС Помогу ЛС Б Fourth Хава ЛС Хава ЛС Давайте попробуем сейчас на вывод посмотрим восьми я дюх там еще ничего нет смотрируем еще один процессор Ну, вот, да. debugging only, действительно, на самом деле ничего не запускает, и может показывать неправильные результаты. Че-то покажу, а что там вообще? Вот, собственно, пробегаются, то есть вы можете посмотреть, например, будет ли вообще при подключении устройства выполнен ваш файл, который вы там понаваяли на конфиг. То есть, если его нет в списке, то логично, что вы не попали на нужное вам устроить. Ну вот, можно посмотреть, сколько всего опрашивают. Ну и тут же можно... Ну потому что там ничего нет. Ну вот, опять же, я, по-моему, с помощью теста как раз и дебажил, чтобы понять вообще, мой файл срабатывает, не срабатывает, и как он срабатывает. Вот с помощью теста можно погонять. Находишь устройство своей клавиатуры и тестишь. Ну это до того, как что-то подергать в реальности. Ну и все. То есть, у UDF ADMA, в общем-то, есть, наверное, есть монитор, чтобы мониторить, есть тестилка, чтобы тестить, и есть UDF CONTROL, который уже позволяет нормально что-то, видимо, контролировать. Например, можно применять правила UDF без перезапуска. Например, UDF ADMA CONTROL UDF ADMA CONTROL Мы можем применить правила без перезагрузки. Угу. 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 Бла-бла-бла-бла-трингер Светлка Контрол Контрол Вот help есть. Блин, самое важное, надо было раньше показать, вначале. Ну, домашнее задание. Почитать call? Ну да. Нет, разобраться, как работает UDF CONTROL. Ну вот здесь видно, да, reload rule, можно перезагрузить правила. Можно для демона указать теперь уровень логирования. Есть. Хм? Есть. Не знаю. Не помню. Ну все. Это все, что я хотел сказать про UDF. Отлично. Ну, хотя бы кое-что, я думаю, что уже на основе этого можно начинать писать правила, тестировать их и применить. Как бы да. Теперь мы будем знать, что мы куда копать, если хотим, чтобы от клавиатуры перезагружался. Да, нет. В панику. Еще придется предварительно написать модуль ядра. Ну, спасибо, дорогие телезрители. До новых встреч. А я пока пишу время на характер. У меня не сработает, передавел поставим. Ну ладно, ладно. У меня не сработает. 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 У меня не сработает.